Это проект Смотри Хабаровск в студии Надежды Выходцева. И надо сказать, что в экономике региона есть неиспользуемые ресурсы. Это минога. Её запасы специалисты оценивают как огромные. В этом году был даже рекордный ход семидыра, рыбы-змей, как ещё называют миногу. Это перспективный представитель ихтиофауны для развития местной гастрономии. В Европе цена за миногу доходила до 20 евро. Очень ценятся блюда из миноги в Японии. На фоне снижения запасов лососёвых пора узнать, что ещё можно поставить на стол. Что за рыба такая минога, мы обсудим с моим гостем в студии руководителя Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Денис Котюк. Денис Владимирович, добрый вам день. Добрый день. Денис Владимирович, скажите, пожалуйста, вот правда, минога, что это такое и рыба ли это? Потому что, ну, вот знаете, вот так она выглядит из фильма ужасов, а рядом у нас немножко другие. Да, здесь действительно есть, что минога не совсем рыба, она даже относится к другому классу, это класс круглородой. И некоторые учёные, это так называемая рыбообразная, назовём её, вот, и некоторые учёные сравнивают её цикл развития, постэмбриональная, после рождения, с насекомыми даже. Почему? Потому что у неё цикл, как у насекомых, идёт с определённым, так называемым, превращением. Ну, так, в общих чертах у насекомых есть личинка, а есть взрослое насекомое, которое называется имага. Также и у миноги после того, как она приходит на нерестилище, откладывает икру, образуется, как вы верно сказали, семидыр. Вот семидыр является личинкой, которая потом преобразуется во взрослое животное. А как же у нас выглядит взрослое животное? Взрослое животное, это как раз вот выглядит у нас на экране, да, это вот такое вытянутое тело, змееобразное. Вот, эта рыба возвращается с моря, она нагуливается там порядка трёх лет и ведёт большей частью паразитический образ жизни. То есть, всё-таки с осевыми что-то есть общее, да, вот, цикл развития? Есть у них общий цикл развития. Ну, вернёмся к личинке, вот этот семидыр, как раз многие рыбаки, которые в Илу ловят этого семидыра лопатой или другими приспособлением на наживку, это как раз личинки миноги, вот этой. Её у нас две, ручьевая минога, небольшая, она сантиметров по 15-20 больше не вырастает, и дальневосточная минога, это проходная минога, так называемая надромная. У неё цикл полностью совпадает с тихоокеанскими лососями, то есть, она часть жизни проводит в пресной воде, часть жизни в море нагуливается, как и, собственно, другие надромные рыбы, например, азиатская корюшка. Вот, ну, а что у них общего с тихоокеанскими лососями, помимо образа жизни, что последний является объектом её питания. Вот, многие из нас видели наверняка, когда покупали киту и горбушу, и на теле видели такие круглые, круглые бляшки, бляшки такие, да, в виде там монеты, очень напоминает, но на самом деле это следы от укуса вот этого животного. У меня тогда в таком случае возник вопрос, знаете, если у нас есть некоторый спад численности лососёвых, эти тоже погибнут? Ну, они могут являться пищевыми конкурентами, есть в литературе сведения, что минога питается молодью тихоокеанских лососей. Наш учёный, он был руководителем нашего филиала долгое время, Юрий Рослый, знаменитый учёный, об этом несколько работ написал, но нельзя сказать, что одни угнетают других и так далее. Как и у всех других рыб, множество факторов воздействует на численность рыб, и в какие-то определённые периоды одни факторы более критично воздействуют, чем другие. Ну, в общем-то, здесь сложно, в каждом конкретном случае имеется своя причина, и одни других точно не съедят, но взаимодействие между ними, так как они находятся в одном месте и в реке, и в море, безусловно, есть, и мы это наблюдаем, и даже наши зрители могут это наблюдать. Ну вот, кому интересно, могут посмотреть и в магазине, или у кого-то есть там в холодильнике рыба, да. На следы укусов миноги могут сами посмотреть. А в таком случае возникает вопрос, а людям-то плавать в реке можно? Потому что как часто, то есть не будет ли присасываться? Я просто знаю, что ещё и говорят исторически такой факт, что Юлий Цезарь наказывал благосоверственных преступников тем, что отдавал людей на съедение миноги. Ну, про Юлию Цезаря не могу ничего сказать. Прокомментировать, да, это другая епархия. Прокомментировать. На нерест практически не питается. Если они и совершают какие-то хватательные действия, ну, например, на спиннинг ловят там нерку, кижу, чакиту или других, там, симу, все другие виды рыб, то это исключительно хватательный рефлекс такой защитной функции. Соответственно, минога тоже, заходя в пресную воду, у неё только одна функция, это генетически заложенная, это репродуктивная, то есть отнереститься, ну, и, собственно, всё. Здесь о питании никакого не идёт. Но, хотя вот ручьевая минога, которая меньших размеров, да, есть случаи, которые, значит, присасывание к другим животным, может быть, и к человеку, но угрозы они не несут. Это таким же образом, как укус комара, может быть, и так далее. Очень оригинально. Скажите, пожалуйста, ну, вот мы с вами говорим это ещё о миноге, как с точки зрения экономической перспективности. Может ли минога заменить в какой-то степени, пока ещё слабая по численности стада лососёвых? Заменить, наверное, вряд ли, потому что и численность биомасса не та несопоставимая с пиковыми подходами лососей в бассейн Амура, но как потенциальный объект промысла, как такой резерв экосистемы Амура, минога, безусловно, является. Ну, нужно сказать, наряду с некоторыми другими видами. Например? Ну, как, например, вот у нас есть программа, это развитие рыболовства на внутренних водных объектах. Это официальная программа Росрыболовства, Федерального агентства по рыболовству. И мы часть этой программы реализовываем, то есть находимся в постоянном поиске новых объектов рыболовства для того, чтобы рыбное хозяйство нашей страны и региона наращивало ресурсную базу, наращивало вылов, глубокую переработку и так далее. Ну, например, допустим, за два последних года у нас введено несколько новых объектов рыболовства. Это судак, который вселялся к нам в 1970-е годы. А он специально вселялся? Он проводил с целенаправленной интродукцией заселения. Это проводилось в озеро Ханка, но по водным объектам, по бассейну Уссури, он спустился в Амуре. На сегодняшний день мы обосновываем его в объеме 200 тонн. Это Вьюн, казалось бы, мелкий и неперспективный объект промысла, но пользуется дикой популярностью у наших коллег за Амуром, то есть в Китайской Народной Республике. И это будут в будущем, наверное, при условии, если будут соответствующие биологические обоснования, некоторые другие мелкие, не всегда значимые к промыслу вида рыб, которые еще есть. Минога относится к ним же, ну вот, допустим, на сегодняшний день мы обосновываем в объеме ориентировочно 500 тонн, но суммарно вылавливается всеми пользователями, рыбаками, промысловиками, любителями, коренными малочисленными народами в объеме не превышая 50 тонн. То есть 10% от, так скажем, рекомендованного. То есть потенциал есть, но для реализации этого потенциала нужно ряд мер, ну, первое, наверное, информационных, нужно заинтересовать пользователей в добыче этого объекта. Экономических нужно создать рынок, вот для того, чтобы реализовать... Да, в Европе это 20 евро, а у нас там 100 рублей за мешок, что-то в этом духе. Ну, я на наших стихийных рынках видел 100, 150 и 200 рублей за килограмм. Вот. Европа почему? Там есть, обитает другой вид миноги, балтийская минога, так называемая, которая находится в депрессии. И в советское время, в 70-е, 80-е годы, действительно, нашу миногу, добываемую на Амуре, колхозы поставляли в Прибалтику, в страны Прибалтики. Там был вопрос с нюансами ее переработки, но она действительно пользовалась, и в настоящее время, я думаю, будет пользоваться спросом. Единственный момент упирания в экономику, это колесное трение, так называемое, у экономистов есть, да, величина транспортировки ее туда. То есть это Ленинградская область, Калининградская область, ну, и, возможно, страны Прибалтики, ну, с этим сейчас... Сложновато. Сложновато, да, политические вопросы. Но как объект, потенциальный объект для наращивания ресурсной базы, безусловно, он и есть. Поэтому здесь нужно ввести определенную промысловую разведку, она должна ввести постоянно, в каждый сезон, потому что миногу ловится только, мигрируется, соответственно, ловится только зимой. Это лед, это довольно-таки высокие трудозатраты, ну, и, опять же, упирание в экономику. Если будет довольно-таки хорошая цена, я думаю, пользователи найдутся, которые возьмутся осваивать этот ресурс. Ну, там еще в организационном моменте требуются небольшие, так скажем, урегулирования, нужно упростить доступ пользователя к этому ресурсу, но это уже практически наполовину нами сделано, я думаю, в течение текущего года будут подготовлены изменения в приказы Министерства сельского хозяйства. Ну, в настоящее время в отношении миноги устанавливаются общие допустимые уловы, и мы сейчас ведем работу, чтобы ее перевести в режим рекомендованного вылова, то есть это, ну, очень просто назовем это вид-квот с упрощенным доступом к пользователям. Поэтому я думаю, что в ближайшие годы появятся заинтересованные пользователи, которые начнут, ну, конечно, если рынок будет готов к этой продукции, так скажем. То есть его необходимо приучить, приручить, может быть, даже соблазнить. Вот вы пробовали сами миногу? Да, я пробовал в нескольких вариантах, и жареное, и холодного копчения. Ну, довольно-таки интересный продукт. Там омеги прям чувствуется. Довольно-таки жирный продукт, да, поэтому, значит, здесь потребуется скорее, ну, не знаю, есть ли разработаны технические условия ГОСТа на ее переработку, сколько она должна храниться, но, скорее всего, там будут небольшие сроки хранения, чтобы не происходило окисление вот этих жиров, либо требуется специальная упаковка, будет без доступа к кислороду для того, чтобы сроки хранения. Но, в принципе, продукт, как такой вот деликатесный... Калифкам тоже привыкают не сраться. Ну, мы ко многому привыкали к оливкам, каперсам и другим специфичным продуктам, которые на сегодняшний день довольно-таки обыденные. То есть просто нужно научиться готовить, что называется? Научиться готовить, перерабатывать, возможно, консервировать. Ну, вот, допустим, горячего копчения, она очень походит на сайру, но только отличается цветом. Мясо у нее темное в связи с тем, что она питается, ну, большей частью кровью, да. А так плотное мясо в копченом виде очень похоже на сайру. Интересно. Я пробовала, но у меня был не самый лучший повар, и надо необходимо еще раз... Поменять повара. Да, менять повара. Скажите, пожалуйста, если мы сейчас вообще, в принципе, поговорим вот о нашем аквариуме, который нас с вами окружает, скажите, пожалуйста, вот, в принципе, ихтиофауна амура, она как-то меняется? Ну, вот, миноги много, лосося не пока не много, надеюсь, но только пока. Как меняется ихтиофауна, и от чего она зависит? Не только же человек влияет на то, что происходит по численности. Ну, нужно сказать, что нам повезло. Мы живем в уникальном, в пределах уникального водного бассейна. Многие наверняка знают, что Амур – одна из самых крупных рек и протяженностей по площади водного бассейна. Но и в зоогеографическом аспекте это уникальная река. У нас так называемый стык различных фаунистических комплексов. И при смене геологических эпох, вот этот тропиков, когда здесь были, тропические, экваториальные леса, потом процесс оледенения, здесь идет стык различных фаун и флор. Ну, и ботаники, и зоологи вам скажут, ну, допустим, остатки реликтовых фаун, там, монгольский дуб, который является ярким представителем тропиков. Ящи манчжурские, орех манчжурский. Все эти широколиственные, когда-то будучи вечно зелеными растениями. И то же самое касается фауны, тигры, леопарды и прочие животные. Точно так же и в Амуре остались остатки именно тропических комплексов. Ну, например, змей головы, индийская фауна, окуни-ауха, китайская фауна, касатки-скрипуны, ну, вот эти касаточные, багриусы, да. Вот эти вот относятся рыбообразные в виде миног и осетровых к древним четвертичным комплексам. Ну, и, безусловно, так называемая бареальная фауна, которая с севера подходила, это сеги, таймени, хариусы и так далее. Поэтому по биологическому разнообразию в рамках, ну, наверное, северной части Евразии, Амур – это самая богатая река. По данным разных ученых, от 120 до 150 видов насчитывается в Амуре, и эта фауна периодически пополняется. Пополняется она, конечно, за счет санкционированной, несанкционированной интродукции. Какие-то рыбы, выращиваемые в прудах и обводненных карьерах, сбегают. Мы периодически их находим. Различные панцирные щуки, американские красноухие черепахи, мохноторуки и крабы, лапша рыба и так далее. То есть постепенно фауна Амура обогащается. По крайней мере, находки такие мы делаем. Не все виды, конечно, приживаются и получают так называемую натурализацию, то есть имеют возможность воспроизводиться и жить. Но вот, допустим, судак, да, яркий представитель европейской фауны, который целенаправленно заселяли, он прижился. Многие, конечно, считают, не всегда это хорошо, это не совсем хорошо, вмешивается в естественные процессы происходимые. Но это как новый вид рыболовства у нас сейчас, и его можно ловить в упрощенном доступе, так как это не представитель аборигенных видов. Я вас почему об этом спрашиваю? Потому что все равно сейчас в силу происходящего в политике и в экономике необходимо обеспечивать собственную продовольственную безопасность. Вот насколько Амур, наша продовольственная безопасная корзинка, все-таки вот у нас есть? Можем ли мы прожить благодаря ему? Ну, здесь, наверное, самый яркий пример – это то, что Амур в свое время уже являлся таким залогом продовольственной безопасности. Максимум вылова в Амуре одних пресноводных видов рыб, больше 16 тысяч тонн, был в 1945-1949 годах. Ну, в 1942-1945 годах. Вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому, да, безусловно, там, конечно, после этого последовали не очень хорошие последствия. Для фауны, для численности? Для фауны там были переловы некоторых видов и так далее. Но неважно, собственно, Амур и на сегодняшний день является стратегическим резервом продовольственной безопасности нашей страны. К эксплуатации всех запасов мы подходим на самым осторожнейшим образом. И действительно, на самом деле, ряд водных биоресурсов, в том числе минога, промысловые пресноводные рыбы, ну, в целом пресноводные рыбы, и беспозвоночных в Амуре достаточно много, это и моллюски двустворчатые в виде корбикулы, и креветки пресноводные и так далее. Это определенный стратегический запас, который, ну, на сегодняшний день, он, допустим, вот не востребован и не, ну, он никуда не девается, его когда-то больше, когда-то меньше. Его просто надо изучить. Да, но в случае необходимости, безусловно, будет организовано то, что нужно для нашей страны. Не могу вас отпустить без, возможно, одного из самых главных вопросов, потому что, ну, мы наблюдаем, так скажем, депрессию лососёвых, стадо лососёвых. Будет ли лосось в этом году вообще? Да, лососи – одни из самых сложных рыб, так скажем, в понимании динамики их численности. Ну, как я уже и до этого говорил, просто потому что на всех действует множество факторов, и это большая, ну, так скажем, работа связана с тем, чтобы обосновать, вот какое же количество можно его поймать без ущерба и какие меры регулирования выработать. И быстро здесь, ну, в текущей ситуации ничего не получается и не получится, просто потому что идут глобальные климатические сдвиги в виде того, что у нас значительное потепление климата, и на юге Ареала всё не очень хорошо. Ну, всё не очень хорошо. Это в Приморском крае, в Японии, у нас в Татарском проливе, вот уже несколько цикличных чётных лет, когда горбуши мы ловили тысячами тонн, мы ловим только сотнями, вот, и в Амуре в том числе, но, конечно, не без участия человека. Антропогенное воздействие на различных стадиях, это и вырубка, и воздействие лесов, и воздействие водоохранной зоны, и сбросы. Ну, и, безусловно, это величина вылова, и самое сложное в этом, именно тот вылов, который мы считаем неучтённый, есть такой термин, который пришёл на замену браконьерству, ННН-вылов, нерегулируемый, несообщаемый, неконтролируемый. Вот. Он, ну, конечно, поражает, значит, всех участников процессов регулирования, кто связан с рыбным хозяйством. Но, безусловно, это всё обуславливает, что необходимы самые жёсткие меры регулирования. Что следует констатировать? Ближайшее время в Амуре рыбы больше, чем было в предыдущем году, явно не будет. Если будет, то приблизительно на том же уровне. Вот. Ну, и что следует ждать? Это максимальное ограничение, ну, в первую очередь, промышленного рыболовства. Социально значимые слои населения или пользователи водных биоресурсов, это у нас рыбаки-любители, коренные малочисленные народы, к ним уже выработан определённый подход, да, там есть определённые ограничения, но они, как правило, значительно меньше, чем то, что касается промысла. Поэтому в Амуре, да, ждём подход среднечисленного поколения осенней киты. Да, будет довольно-таки много ограничений, вот. Но у нас есть ещё и другие районы, вот, это Охотское море, которое у нас высокопродуктивное, и последние, ну, несколько лет нас, так скажем, радуют и балуют наших промышленников. И 2021 год, есть все предпосылки, что будет довольно-таки многочисленное стадо горбуши, но об этом ещё рановато говорить, нужно посмотреть... Ну, пока прогнозы, мы с вами обсуждаем. Да, подходы и научные данные наблюдателей в море, потому что вот с весны она начнёт подходить к Курильским проливам, заходить в Охотское море, тогда мы уже будем понимать, насколько у нас высокоурожайные будет поколение лососей и уловы, соответственно, наших промышленников. Ну, а по Амуру, за который все мы волеем, и наиболее яркая, так скажем, социальная обстановка, да, в первую очередь, это, конечно, не стоит ждать больших уловов, а надо, наверное... Присмотреться, похоже, к другим видам рыб. Привыкнуть к довольно-таки жёстким ограничениям, потому что это, в принципе, единственное, что мы можем сделать, мы, я имею в виду люди, да, и органы, которые отвечают за регулирование рыболовства, это обеспечить максимально комфортный нерест, максимальное количество, необходимое количество рыбы на нерестилищах. И сами нерестилища, и там же тоже должна быть температура. И сами нерестилища, безусловно, охранять, вот, а потом уже надеяться, что природа будет благоволить. Ну, тем более, вы сказали, что был перевылов в районе Великой Отечественной войны, и, соответственно, потом рыба восстановилась, и это даёт нам шансы, ну, надежды на то, что всё случилось. Ну, это немножко про других рыб, но всё равно, конечно, безусловно, безусловно. Периоды есть и хорошие, есть и не очень хорошие, поэтому нужно пережить. И не было таких периодов, когда за периодом спада был период подъёма. Безусловно, конечно, он будет, может быть, в различных величинах. Ну, если, конечно, нас не постигнет такой период, как постиг определенный период динозавров. Ну, посмотрим. Нам только остаётся наблюдать. У нас в гостях был Денис Кацюк, руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Если что-то пропустили, все материалы и этот эфир можно посмотреть на нашем сайте хабаровск.тв.ру. Я, Надежда Выходцева, прощаюсь с вами. До новых встреч. Ну и готовим немного уже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова